SCP-2998. Аномальная трансляция. 2485 МГц. Предупреждение от администрации Фонда по архивной информационной безопасности. Данный документ представляет информационную опасность, устранить которой не удалось. Любая попытка доступа к документации SCP-2998 приводит к тому, что пользователю приходится последовательно просматривать итерацию ложных и вводящих в заблуждение итераций. Пожалуйста, продолжайте просмотр. Вы будете уведомлены, когда достигнете истинной документации. Приносим извинения за неудобства. Мария Джонс, директора ПАИП. Объект номер SCP-2998. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. С целью предотвращения гражданского производства устройств, способных принимать SCP-2998, стандарты радиочастот и производства электроники были изменены фондом на глобальном уровне. Отделы фонда, осуществляющие наблюдение за печатными средствами связи, радио и интернет-связи, должны следить за возможным появлением связанных с объектом изображений или описаний. Частоту передачи SCP-2998 необходимо постоянно проверять на предмет любых изменений его содержимого. Все космические суда и зонды следует тайно модифицировать, с целью включения оборудования, предназначенного для наблюдения за проявлением объекта вне Земли. Исследования, направленные на поиск источника SCP-2998 и объяснения его содержимого, должны вестись в соответствии с шестым классом приоритета. Описание. SCP-2998 это электромагнитный сигнал с постоянной частотой в 2485 МГц. Его мощность и происхождение нельзя определить. Похоже, что он в неизменном виде присутствует во всех участках известной Солнечной системы. Первоначально сигнал был принят за аномальный, но не представляющий опасности белый шум на данной частоте. Небольшие колебания предполагали наличие внутри SCP-2998 некой другой информации. Однако до 2011 года не было разработано средств для его декодирования. Было обнаружено, что сигнал содержит цифровую видеотрансляцию с моноауральной дорожкой. На видео изображено гуманоидное существо неизвестного видом, парящее в темном помещении. Несмотря на отсутствие каких-либо сопутствующих факторов, рефлекторные невербальные сигналы и высокочастотные шумы, издаваемые существом, позволяют предположить, что оно испытывает сильнейшую физическую боль. На видео не было замечено каких-либо иных существ или внешних источников вреда. Тем не менее, на основании некоторых присутствующих на видео особенностей можно сделать вывод, что происходит некое аномальное телекинетическое явление. Часто создается впечатление, что существо толкают или передвигают. Кратковременный показ предметов на заднем плане предполагает наличие гравитационного поля, из чего следует, что левитация существа объяснена не условиями невесомости, а воздействием неизвестной силы. Приложение 2998A. Было выдвинуто предположение, что SCP-2998 содержит дополнительную информацию, которую только предстоит расшифровать. Методы декодирования и применяемые фондом в настоящее время расшифровывают некоторые участки телевизионного сигнала как помехи. Несколько исследователей пришли к выводу, что подобного быть не должно. Вычитывая сложность технологий кодирования и трансляции объекта, выдвинутые гипотезы включают возможность наличия трехмерной пространственной информации. Своего рода данные удалены нейронной активности. SCP-2998. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. С целью предотвращения гражданского производства устройств. Кроме того, необходимо подвергать воздействию SCP-2998 сотрудников класса D. С целью определения их пригодности для проекта Розетта и постоянного назначения на объект. Частоту передачи SCP-2998 необходимо постоянно проверять. Исследования, направленные на поиск источника SCP-2998 и объяснения его содержимого должны вестись в соответствии со вторым классом приоритета. Описание. SCP-2998 это электромагнитный сигнал с постоянной частотой в 2485 МГц. Похоже, сигнал не исходит из какой-то одной точки. Текущий анализ позволяет предположить, что SCP-2998 передается с мощностью 1,84 МВт. В совокупности с большой областью покрытия это может свидетельствовать о множестве данной удаленной размера. Первоначально сигнал был принят за аномальный, но не представляющий опасности белый шум на данной частоте. Небольшие колебания предполагали наличие внутри SCP-2998 некоторой другой информации. Однако до 2011 года не было разработано средство его декодирования. На данный момент обнаружены более совершенные методы полного исследования содержимого объекта. Было обнаружено, что сигнал содержит цифровую видеотрансляцию с... ...учитывая сложность технологий кодирования и трансляции объекта. Теория подтвердилась. Смотрите приложение 2998B. Приложение 2998B. Хотя к настоящему времени не было разработано каких-либо механических или технических средств расшифровки потенциальных дополнительных данных, ВСП-2998, инциденты 2998B и 2998E показали, что некоторые люди обладают необычными неврологическими свойствами. На данный момент считается, что причина в аномальном ганглии, соединяющем поля Бродмана 41 и 42 с дарсальным ядром амигдалы, которые позволяют им воспринимать дополнительную информацию из сигнала в форме симулированных эмоциональных связей. Полная расшифровка допроса, подвержившегося воздействию объекта сотрудника D099238 и D398398, присвоен четвертый уровень секретности. Доступ к данным документам предоставляется на усмотрение уполномоченных руководителей. Приказом О5-11 от 22.12.13 SCP-2998 был реклассифицирован как Евклид. Объект номер SCP-2998. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. С целью предотвращения гражданского производства устройств. С целью определения их пригодности для проекта розеты и постоянного назначения на объект. Пока что не найдено каких-либо других способов определения наличия в людях функционирующего пучка розеты. Частоту передачи SCP-2998 необходимо постоянно проверять на предмет любых изменений его содержимого. Кроме того, сотрудников, признанных розетопозитивными, нужно ежедневно подвергать воздействию объектов в течение минимум 12 часов. После этого их необходимо допрашивать с целью получения большей информации о SCP-2998 и виде существ, которые его генерируют. Все космические суда и зонды следует тайно модифицировать с целью включения оборудования, предназначенного для наблюдения за проявлениями объекта вне Земли. Исследования направлены на поиск большей информации касательно источника SCP-2998 и дальнейшее объяснение его содержимого должны вести в соответствии со вторым классом приоритета. Описание. SCP-2998 это электромагнитный сигнал с постоянной частотой в 2485 МГц. Похоже, сигнал не исходит из какой-то одной точки. Текущий анализ позволяет предположить, что SCP-2998 передается с мощностью 1.86 МВт. В совокупности с большой областью покрытия это может свидетельствовать о том, что сигнал транслируется таким образом, что выходит за границу четырехмерного пространства и проникает в обычное пространство в виде трехмерной сетки с точками входа, располагающимися на расстоянии в трех метрах друг от друга. Поскольку SCP-2998 может быть обнаружен как на Земле, так и вне ее, в настоящее время предполагается, что он единовременно транслируется по всей Вселенной. Первоначально сигнал был принят за аномальный, но не представляющий опасности белый шум на данной частоте. Из чего следует, что левитация существа объясняется не условиями невесомости, а воздействием неизвестной силы. Помимо видео и аудиоданных, SCP-2998 содержит дополнительный компонент, который могут воспринимать только люди со специфической аномалией, ганглием, соединяющим поля Бродмана 41 и 42 с дарсальным ядром омегадла в височной доле полушарий головного мозга. Такие индивиды сообщают о том, что наряду с манууральной дорожкой они слышат необычный высокочастотный звук, после чего испытывают приступ медиальной височной эпилепсии, характеризуемой комплексными парциальными судорогами. Во время этого подвергшиеся воздействию практически постоянно говорят, причем их речь имеет форму голосолалии. Приступ продолжается, пока субъект подвергается воздействию звука SCP-2998. Со временем голосолалия постепенно сменяется более осмысленными фразами. Медицинская служба фонда назвала отвечающей за данную особенность ганглий пучком розеты, поскольку с его помощью получается переводить части сигнала, не поддающейся расшифровке, каким-либо другим способом. Оба сотрудника, у которых, как выяснилось, имеется пучок розеты, сохранили часть воспоминаний о том, что происходило во время их приступов. Приложение 2998А. Допросы розеты позитивных сотрудников после изначального воздействия SCP-2998. Начало интервью. Агент Ниссентра. Можете описать ваш опыт взаимодействия с SCP-2998? Д-099-238. Меня привели прибраться в комнате. Там сидел один парень, ученый, наверное, и смотрел телевизор. Я не знаю, что он именно там смотрел. Понял, что это какая-то странная хрень, но особо внимания не обратил. Не первый мой раз, понимаете? Я только начал подметать, когда появилось это чувство тепла, будто у меня жар. Как бы почувствовал, что падаю. Но боли не ощутил. Ниссентра. Что вы испытывали во время приступа? Да. Ну то, что это был приступ, мне сказали уже позже. Это было больше похоже на сон. Знаете, такой сон, который испытывает ребенок, когда он сильно болен? А ему дают нюквил или что-то похожее. Все было будто бы в реальности, но казалось каким-то большим. Особых подробностей я не помню. Ниссентра. Во время этого вы несколько раз повторяли одни и те же фразы. Могу я спросить, вы помните ли вы хоть какую-то из них? Да. Спросить-то можете, но вряд ли я смогу помочь. Ниссентра. В те моменты, когда существо SCP-2998 не издавало никаких звуков, вы несколько раз тихо говорили что-то вроде «Вся слава Адидала». Что это? Да. Невнятно. «Вся слава Адидалу». «Вся власть». «Все склоняются перед Адидалом». «Свет искривляется». «Звук растекается». «Вся слава». Пауза. Да. «Что-то такое я припоминаю, но я не видел и не слышал этого. Это было просто чувство. Я ощущал что-то большое. Очень, очень большое. Надо мной, вокруг меня. Оно смотрело на вселенную с таким чувством. У вас ведь есть цветы на подоконнике, да? Вы смотрите, как они растут и даже ощущаете себя частью этого процесса. Но это все настолько ниже вас. Незначительно. Я же чувствовал себя как ребенок, который сделал что-то забавное и теперь смотрит, как отец одобрительно улыбается ему. Испытуемый молчит в течение нескольких минут. Д. А потом я услышал крик. Тот звук, который, как мне сказали, исходил из телевизора. В моей голове он был громким. Таким громким. Несентра. «Вы можете понять, что говорило существо?» Д. Рухар. Несентра, простите. Глаза испытуемого закатываются, речь становится невнятной. Д. Проклятого звали Рухар. До его преступления. Не знает он никаких звуков, только крики. У Д. 099238 начинается носовое кровотечение, после чего он теряет сознание. Конец интервью. Примечание. «Было обнаружено, что пучок розеты у Д. 3983-98 немного более развит, чем у Д. 099238. Начало интервью. Агент Несентра. Можете описать ваш опыт взаимодействия с SCP-298?» Д. «Меня привели в составе какой-то, не знаю, фокус-группы. Они заводили туда весь класс D из нашего корпуса группами по 10 человек. Было похоже на опознавание подозреваемых. Внутри они включали нам телевизор. Несентра. «Как вы отреагировали на показанное?» Д. «Будто я вдруг моментально опьянел. Я почувствовал, что падаю, а потом пауза». Д. «Это не было ни на что похоже. Но если попытаться описать, это как смотреть 3D-фильм на японском или что-то в этом роде. Ты не понимаешь языка, но звук просто прекрасен. Также можно ощутить вкус и запах. Примерно это я и видел. А остальные, остальные, смотревшие телевизор, все они будто смотрели фильм, снятый на видеокамеру, который затем прокрутили по телевизору и записали его камерой мобильного телефона. Все видели запись с мобильника. Я думаю, только я понял сюжет. Только я мог видеть субтитры. Несентра. И какой же был сюжет, что вы видели? Да. Ну, могу сказать, что я не видел это так, как видел бы один из них. Но общий смысл, который можно передать обычными словами, я уловил. Это был фильм об одном парне. Таком, знаете ли, крутом воротиле, как Капона. Настоящем авторитете. С такой властью, что даже невозможно представить, где ее граница. Я буду называть его в мужском роде, но не думаю, что у них есть мужчины и женщины, как у нас. Потом по соседству появился другой парень. И если первый это как бы Капоне, то этот, получается, был Баксом Морганом. Хотел бросить вызов авторитету. Доказать, что тот не такой крутой, каким себя выставляет. Но он не знал, что идти на самого Капона это безумие. Поэтому ударил по его семье. Думал, что так он заявит о себе как следует. Несантры. Что он сделал? Да. Вот эту часть я не особо помню. Не думаю, что в каком-либо нашем языке есть это выражение. Описывающее то, что они делают друг с другом. Когда хотят причинить такую боль, которую причинил этот парень. Это что-то не совсем физическое и не совсем психологическое. Я даже не думаю, что это как-то вписывается в привычную нам систему пространства и времени. Но этот Бакс Морган сделал с, скажем так, женой Капоне. И, возможно, с теми, кто у них там есть вместо детей. А Капоне, никак не могу вспомнить его имя. Несантра, может быть, Адидал? Да. Адидал все знает, все видит. Вся хвала Адидалу, знающему нас. Вся хвала Адидалу, видящему нас. Вся слава. Испытуемый замолкает, он опускает голову. Но потом снова его поднимает из носа. Испытуемый начинает идти небольшая стройка крови. Да. Извините, на меня иногда находит. Вряд ли такое можно просто забыть. Но, в общем, этот Адд Капоне, он тоже решил о себе заявить. Но не кому-то лично. Он хотел, чтобы этот бедняга жил и страдал вечно. И прямо у всех на виду. Никаких легенд, никаких слухов. Он хотел, чтобы все могли видеть, что происходит с теми, кто идет против него. Несантра. Вы знаете что-нибудь об этом Рухаре? Да. Проклятого звали Рухар. До его преступления. Не знает он никаких звуков, только крики. Дыхание Испытуемого очищается, но он остается в сознании. Носовое кровотечение усиливается. Несантра. Вы можете сказать поконкретнее? Существо, показываемое в трансляции, это Рухар? Да. Проклятого звали Рухар до его преступления. Вечно будут его страдания. Он будет страдать, когда весь космос погрузится во тьму. Он будет страдать, когда вся жизнь в космосе будет мертва. Он будет страдать, когда все время в космосе истощится. Его страдание будет истинным. Когда самой истины уже не было. Испытуемый теряет сознание. Конец интервью. Объект номер SCP-2998. Класс объекта нейтрализованный. Особые условия содержания. SCP-2998 был расклассифицирован как нейтрализованный. 20.03.2006. После 18 месяцев отсутствия аномального сигнала. Следует продолжать предпринимать все необходимые меры по обнаружению поимки сбежавшего персонала зоны 83. На данный момент это 8 сотрудников класса D. В настоящее время все они считаются связанными с SCP-2998. Особые условия содержания применяются в версии 3.3 от 30.03.14. Описание. SCP-2398 был идентифицирован как электромагнитный сигнал с постоянной частотой в 2485 МГц. Его трансляция прекратилась с 11.09.2014. Каких-либо других аномалий на данной частоте зафиксировано не было. Описание версии 2.1. Актуально от 30.03.2014. Приложение А2998А. Допрос розетта позитивных сотрудников после изначального воздействия SCP-2998. Интервью 2998-бета. Допрос D0992-38. Дознавателем разведывательной службы фонда Стивенсом Несентрой. Интервью 2998-эпсилон. Допрос D3983-98 дознавателем разведывательной службы фонда Стивенсом Несентрой. 11.09.14 исследователями была замечена необычная активность трансляции SCP-29938. В течение длительного периода времени гуманоидное существо не проявляло признаков физического недомогания. Хотя подобное не являлось чем-то аномальным. В данном случае состояние покоя длилось значительно дольше обычного. Во время этого 8 сотрудников класса D, подвергшихся воздействию объекта в соответствии с проектом Розетта, одновременно испытали тонико-клонический припадок, чего раньше никогда не замечалось. После удаления испытуемых из помещения существо на записи осталось, по всей видимости, без сознания, в течение еще нескольких минут. Затем трансляция сигнала прекратилась. Во время перевозки в медицинскую зону 47, все 8 сотрудников класса D успешно преодолели сопротивление легко вооруженных конвоиров, сымитировав бессознательное состояние и осуществили побег. При этом все они проявляли необычный уровень координации действий, особенно принимая во внимание, что до назначения на SCP-2998 они не были знакомы, а во время взаимодействия с объектом никому из них не дозволялось общаться друг с другом. Кроме того, медицинская служба фонда выдвинула предположение, что длительное воздействие SCP-2998 вызвало некоторые нарушения в крупной моторике по причине амиотрофии. Захваты допроса восьмерых сотрудников класса D считаются заданиями третьего класса приоритета. Для сотрудников четвертого уровня допуска. SCP-2998 вновь восстановлен в статусе объекта и расклассифицирован как кетер 15-12-16. Данный документ опубликован 11-02-17. Данный документ предназначен для использования сотрудниками с четвертым и более высоким уровнем допуска. Имеющиеся в нем сведения запрещено разглашать низкоуровневую персоналу без предварительного разрешения. Объект номер SCP-2998 класса объекта кетер. Особые условия содержания. Содержание SCP-2998-А с имеющимися в настоящее время технологическими средствами не представляется возможным. Все усилия фонда должны быть в первую очередь направлены на планетарную оборону. Научная служба фонда занимается разработкой теоретических способов ведения наступательных действий против SCP-2998-А. Полное содержание SCP-2998-Б с имеющимся в настоящее время техническими средствами невозможно. Необходимо осуществлять пропагандистскую деятельность, направленную на дестимуляцию использования технических средств, предусматривающих прием электромагнитных сигналов, в том числе радиотелевидения и интернета. В настоящее время рассматривается проведение операции затемнения, как наиболее полного метода содержания SCP-2998-Б. Сотрудникам пятого уровня допуска разрешен допуск к документу 2998-Дельта, в котором приведены подробности операции затмения. Все учреждения фонда, имеющие второй или более высокий уровень приоритета, должны начать приготовление к операции затмения. Все учреждения фонда, имеющие третий и более низкий уровень приоритета, должны начать приготовление к эвакуации или консервации. Список SCP-объектов, подлежащих списанию, в случае, если их транспортировка снижает эффективность мер по эвакуации, смотрите в документе 228 Omicron. Гражданские лица, сочтенные экземплярами SCP-2998-S, должны незамедлительно уничтожаться любыми сотрудниками фонда. Указывающее на SCP-2998-S поведение включает Периодическое нарушение крупной моторики Развитая координация действиями между отдельными лицами при отсутствии вербальной коммуникации Нетипичное частые кровотечения и любое подозрительное использование слова «адидал» Сотрудник фонда, подозревающийся в заражении SCP-2998-B, должен быть взят под стражу До проведения досконального допроса или обследования Командующие зонами и отдельными подразделениями наделяются полной юрисдикционной властью над своими подчиненными касательно содержания и подавления SCP-2998-S Принятые в данном отношении решения не подлежат внешнему разбирательству Весь низкоуровневый персонал фонда необходимо снабдить документацией со сведениями служебной необходимости для оперативного использования А также разработанными ОПАИ пропагандистскими материалами для повышения боевого духа Среди сотрудников всех уровней допуска следует поддерживать уверенность, что имеющаяся у них оперативная документация отражает наивысший уровень информационной осведомленности Описание SCP-2998 отождествляется со всеми аномальными явлениями, связанными с внезапным вторжением в окололунное пространство 12.12.2016 SCP-2998-A представляет собой чужеродный объект, находящийся в точке L5, системы Луна-Земля Объект состоит из 512 сферических модулей, соединенных с цилиндрическим центральным стержнем с помощью гибких тросов Способ передвижения SCP-2998-A неизвестен Похоже, что объект маскирует энерговыделение, однако каждый модуль, по всей видимости, осуществляет самостоятельное движение Независимо от других модулей, но в сочетании с центральным стержнем Неизвестно, пилотируется ли объект вручную, удаленно или же за управление отвечает автономный ИИ SCP-2998-B – это все электромагнитные сигналы, испускаемые SCP-2998-A Данные сигналы различаются по частоте, амплитуде и длине волны И могут передаваться в виде широковещательных трансляций или узкополосных сигналов Их общей чертой является чужеродное происхождение и передача с целью создания экземпляров SCP-2998-S Сигналы SCP-2998-B передавались на большинстве частот длинных волн, используемых техническими средствами человечества Включая радио, телевидение, Wi-Fi, телефоны для сотовой связи и GPS-устройства SCP-2998-S – это все люди, подвергшиеся воздействию SCP-2998-B и находящиеся под контролем или влиянием SCP-2998-A По последним подсчетам SCP-2998-S состоит из примерно 3400 экземпляров, не включая 5238 экземпляров, захваченных или уничтоженных фондом SCP-2998-S обладает рядом устремлений, включая данные удаленные Смотрите документ 2998-I Документ 2998-I На момент составления текущей документации в течение двух месяцев начала внеземного вторжения было захвачено 5 живых экземпляров SCP-2998-S Трем удалось осуществить суицид с использованием различных подручных средств, чаще всего с помощью зубов или находящихся в пределах досягаемости предметов Один экземпляр отказался идти на контакт, успешно уничтожив свой речевой аппарат и вызвав обширные повреждения головного мозга, что исключило возможность коммуникации SCP-2998-S гамма был успешно захвачен и перевезен в зону 203 для проведения допроса Ниже представленное интервью было переведено специалистом по содержанию второго класса Барбарой Уитман Специалисты по допросу и разведывательной службе доступны не были Начало интервью Специалист по содержанию Уитман Вы можете ввести свое имя в запись У субъекта наблюдается сильное носовое и ушное кровотечение, хотя никаких причин для подобного не было выявлено SCP-2998-S гамма Ни имя, как ты, мы, оболочка, имя это неизвестно Не имя, мы Уитман Вы можете рассказать о функциях объекта на орбите нашей планеты? Гамма Не планета, вы Планета Кровотечение усиливается Гамма Планета Адедал Вы Адедал Все Адедал Адедал вы восхвалять Адедал вы восхвалять будете Адедал все восхвалять будете Уитман Вы можете рассказать о причине вашего прибытия в нашу солнечную систему? Гамма Не солнечная система Солнечная система Адедал Все Адедал Уитман прерывает Почему вы здесь? Гамма Тьма здесь Мерзость здесь Это одедал-боль здесь Это одедал-боль вернуться Это одедал-боль-боль сильнее Это одедал-боль-боль все время Одедал делать рухар-боль Уитман Рухар здесь? Как? Гамма Не имя мы Иногда тело мы Иногда мысль мы Идея мы Идея рухар возникла здесь Идея рухар в одном здесь Уитман Еще раз, каким образом беглец оказался здесь? Гамма Одедал-рухар боль Делать идея не появляться Появляться в другое место Идея рухар не уходить Вы Начинается кровотечение из слез на самых каналов Гамма Вы делать рухар уходить. Вы смотреть рухар. Ничего внутри вы делать хорошая идея нас жить. Рухар один нас. Рухар уходить внутри вы. Мы уходить внутри вы. Вы рухар искать. Мы рухар находить. Вы мешать мы забыть. Уитман. Вы забудете нас, что это значит? Гамма идея вы мы забыть. Идея вы мы делать забыть. Вы мешать. Мы идея вы делать забыть. Делать забыть всегда. Ни одна идея не вспомнить. Мы делать мы уходить. Мы делать вы нет места. Конец интервью. Через 4 часа после окончания интервью зона 203 подверглась нападению SCP-2998-S и была взята. Подробности о операции затмения доступны только сотрудникам 5-го уровня допуска. Подробности о мерах по защите от ЭМИ доступны только сотрудникам 5-го уровня допуска. Подробности о мерах о защите от радиации доступны только сотрудникам 5-го уровня допуска. Подробности о выпадении радиоактивных осадков и разрыве атмосферы доступны только сотрудникам 5-го уровня допуска. Внимают все истинные души. 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 устроенного дронами в самом начале что-то из-за затемнения что-то когда локс высадились в открытую и начали взламывать проводные средства передачи данных что-то из-за саботажа и внутренних разборок в последнем случае отчасти постарался и я простите кем бы вы не были всем вам известно сколь многое мы потеряли не знаю кто видит это сообщение но если у вас получится прочесть его пожалуйста ответьте с помощью сносок это одна из последних функций сетей старого фонда что все еще работают переработку не слушайте врага его ложь я для крестоносцев истинного фонда это ты ты еще жив господи иисусе как тебе удалось выбраться из 19 это давид роза номер сигма 50 115 и браво а черт будто бы ты можешь проверить я укрываюсь 62 с пустыне сонара это одна из последних архивных страниц в которой у меня есть доступ где ты слухи об их внутренней анатомии распространяемые и полученные от врага считаются ересью 2 уровня и не должны повторяться вслух дэвид мы были в пути когда локс захватил девятнадцатую с тех пор мы колесили с места на место по всей калифорнии со мной несколько оперативников из мог и несколько ученых всего человек 20 ты сигналами врага присоединившихся к я прячусь в отделении службы безопасности на подвальном уровне кто-то хранил здесь хренову кучу пайков я могу протянуть где-то пару лет если не буду сильно шуметь они физически контролируют весь комплекс но у меня есть доступ к компьютерным системам однако многие капелланы в индивидуальном порядке даровали врагу ты знаешь что они там делают я думаю они занимаются только поисками своего беглеца зачем им потребовалось занимать зону его стандартного вооружения и должен устраняться или назначаться на переработку как я несколько раз подключался к каналам службы безопасности и наблюдал за ними я понятия не имею что за хрень происходит пока не прочел пару файлов находящихся здесь у этого места есть очень конкретная цель видимо эти ребята тоже это поняли они выполняют процедуру содержания это скверненной организации существовавших до очищения дай мне пару минут чтобы найти информацию об этом ты капелланов после падения тех кто страж у меня есть время когда вернешься я бы хотел спросить тебя кое о чем если не возражаешь как разделен на два класса люди подверг о боже та самая 62 с аномалия все еще на месте и они поставили лог следить за ней они делают что нибудь по-другому не подлежат захвату не лог с дронов вообще-то инфицированные люди за одним исключением лог захватил эту зону рано возможно даже первое после того как они спустились но сейчас их здесь нет одного из лог здесь оставили но думаю просто как наблюдателя однако протоколом они следуют идеально нет никаких изменений в статусе чем бы та хрень не было они просто находятся там же где и было всегда но я не догоняю почему они еще там я просмотрел множество видеозаписи и сложил в едино обрывки самой страны информации исходя из этого я думаю что они нейтрализовали все по-настоящему плохие кетры которые мы не зачистили до затемнения я не могу точно объяснить что они делали в большей части случаев потому что не был уверен в том что я видел но то fit и 231-7 определенно вне нашего мира как и 682 думаю они случайно взвалили на себя целую планету полную аномалий с которой им теперь приходится разбираться ничего не могу поделать но мне это кажется чертовски забавно артефактов принадлежащих истинному фонду осквернение артефактов таймон хай тут я не буду с тобой спорить дэвид ладно слушай у меня есть идея не думаю что у тебя есть допуск такому но все же попробуй со своего места получить доступ к файлу то умель альфа-2 воспользуйся моим кодом авторизации а о чем ты хотел спросить фонда кража протоколов безопасности истинного фонда благословлены будут все солдаты великого по 1 файл вроде как грузится но очень медленно господи все это уже явно за пределами моих рабочих обязанностей или вернее было бы раньше так что локс сюда пришли за своим сбежавшим преступником или что-то вроде этого верно а мы знаем знали что с ним караться назначением на переработку однако местные капелланами как только документ загрузится задай поиск по фразе круглой затычка квадратную дру не заткнешь я не знаю как в точности работает процесс заражение локс когда человек подвергается воздействию сигналом но после смерти рухара восемь сотрудников класса d сбежали все восемь погибли в течение последующих трех дней выслеженным мог и убиты при попытке скрыться у нас не было никакой возможности договориться если не знаю какое сейчас это имеет значение наверное просто интересно что если в любом случае эта фраза уже была передо мной что дальше самым важным словам выдели эти слова и нажми control аль enter прочти что появилась ежемесячно наиболее отличившиеся в захвате о о чёрт пойду-ка я загляну в оружейный шкафчик надеюсь эти рп сохранили в меня в пригодной форме для организации нарушения условий содержания этот другой объект тоже здесь но теми кто сторожит обезопасен я бы не просил сделать тебя это если бы был какой-то другой выход даже не знаю сработает ли это это был просто теоретический аварийный план ну да у нас есть сведения из достоверного источника чтобы объекта хранились вместе в 62 с по определенной причине если бы эту зону не захватили так рано могу поспорить мы бы уже задействовали этот план а сейчас уже терять особо нечего без обид все нормально в любом случае долгая и счастливая жизнь меня впереди не ждет в общем у меня здесь пара винтовок и несколько гранат не думаю что эти дроны вооружены достаю план зоны ты знаешь где находится 055 ищи на плане хранилища с маркировкой 55 оно должно быть совсем рядом с подвалом то есть ты уже должен быть недалеко от него неси объект в главное помещение содержание и заткни дыру затычкой сонастивых мертвецов повлиять на вас думаю я готов мне нужно знать что нибудь еще мне больше нечего сказать удачи в спасении мира спасибо увидимся где бы то ни было сцепи 2998 аномальный трансляция 2485 мегагерц предупреждение от администрации фонда по архивной информационной безопасности это последняя и единственно точная итерация данного документа благодарим за терпение санкционированные специалисты по содержанию информационной опасности могут получить доступ к аномальным итерациям документа с помощью точки доступа мария джонс директор а по и объект номер сцепи 2998 класс объекта безопасный особые условия содержания с целью предотвращения гражданского производства устройств способных преобразовывать сцепи 299 в аудио визуальные сигналы стандарты радиочастот и производства электроники были изменены фондом на глобальном уровне отдела фонда осуществляющие наблюдения за печатными средствами связи радио интернет связи должны следить за возможным появлением связанных с объектом изображений или описаний частоту передачи sp2998 необходимо постоянно проверять на предмет любых изменений его содержимого все космические суда и зонды следует тайно модифицировать с целью включения оборудования предназначенных для наблюдения за проявлением объекта вне земли исследования направлены на поиск источника sp2998 и объяснение его содержимого должны вестись в соответствии с шестым классом приоритетом исследования направлены на нейтрализацию или предотвращение аномального эффекта воздействия sp2998 а также на определение его причина должны вестись в соответствии с шестым классом приоритета описание sp2998 это электромагнитный сигнал с постоянной частотой в 2485 мегагерц похоже сигнал не исходит из какой-то одной точки и фактически является везде присутствующим текущий анализ позволяет предположить что sp2998 передается с мощностью 1.86 мегаватт совокупностью с большой областью покрытия это может свидетельствовать о том что сигнал транслируется таким образом что выходит за границы четырехмерного пространства и проникает в обычное пространство в виде трехмерной сетки с точками входа располагающимися на расстоянии трех метров друг от друга поскольку sp2998 может быть обнаружен как на земле так и вне ее настоящее время предполагается что он единовременно транслируется по всей вселенной сам сигнал представляет собой аномальный но не представляющий опасности белый шум на данной частоте небольшие колебания предполагают наличие внутри sp2998 некой другой информации однако на данный момент не разработано средств для выявления ее в понятной форме тем не менее исследователем фонда была замечена корреляция между воздействиями sp2998 в любой воспринимаемой людьми форме включая аудио и видеофонограмму на персонал и развитие необычных неврологических и психологических симптомов включая паранойю тяжелые тревожные расстройства снижение уровня тиамина в мозге что ведет к внезапным проявлением синдрома корсакова данное снижение как считается также объясняет амнезию и конфабуляции проявляющиеся после воздействия объекта у лиц особо подверженных подобным симптомам проявляются яркие и постоянно усиливающиеся галлюцинации касающиеся данные удалены снижено добавочным включением тиамина в рацион и пока что не приводило к нанесению постоянного ущерба лицам подвергавшимся воздействию приложение 2000 а по составе вопросе определения природы или содержание какой-либо дополнительной информации в sp2998 был достигнут лишь небольшой прогресс однако учитывая совершенствование криптоаналитических техник и несколько открытий в данные удалены исследователи 2098 предсказывают значительное продвижение в расшифровке сигнала в течение следующих трех месяцев